в прошлом видео я задал два вопроса на понимание сейчас дам на них ответы расскажу и покажу так вопросы отработал либо алгоритм без десятого чанка в котором происходит второй запрос а второй вопрос отработал либо алгоритм без десятого и шестого чанка правильные ответы без десятого отработал бы а без шестого и десятого не отработал бы потому что на вход цикл 13 чан следует подать выдачу response она должна сформироваться первый раз до цикла если я пропущу чанки 6 и 10 у меня не будет выдачи при этом если я запущу чанк 6 выдачи уже будет из этой выдачей цикл сможет отработать сейчас покажу очищу всю выдачу канал при старт инклер алку первичных не вообще больше не нужен потому что я знаю что в нем будет ошибка я его переведу в формат маркдаун этот человек мне тоже не нужен потому что я много раз уже устанавливал и обновлял эти модули тоже переведу его маркдаун этот чанк нужен потому что в нем происходит авторизация и настройки запросов с него я начинаю авторизовался настроил запрос активировал модуль обратился к этому модулю а теперь не буду запускать чанк 6 и не буду запускать чанк 10 сразу перейду чанку с циклом попробую запустить response is not defined действительно как я и говорил цикл перед своим началом требует наличия этого объекта респонс с выдачей попробую запустить 6 чанк а десятый чанк запускать не буду если я сейчас запущу этот цикл он начнет работать но столкнется с проблемой того что не определена таблицы df supplement тоже действительно я пока что ее нигде не создал и даже пандас не импортировал пандас есть но таблицы еще нет потому что в шестом чанке я еще не создаю таблицу 10 чанк я не трогаю создам таблицу на основе выдачи из 6 чанка вот здесь чтобы можно было сравнить как было и как стал я копирую этот чанка целиком нажимая escape си сразу нажимая escape здесь был метод конкретинации а я могу вместо конкретинации использовать метод джейсон нормалайз ведь его быстро написал потому что я не писал я начал писать джейс нажал табу и джупитер дописал и аргументом этой функции будет и наличие двух таблиц а выдача и 6 чанка снова это прожимая здесь много вариантов есть еще больше вариантов а это новый 12 чанк сработал теперь все готово для запуска цикла действительно цикл отработал причем теперь видите больше каналов он собрал то есть youtube дал чуть чуть больше каналов чем при прошлых запусков это не должно удивлять это раз норма потому что ограничение выдачи в ютюбе работают несколько приблизительно итак я сейчас показал что собрать каналов без выполнения 6 и 10 чанков невозможно если же выполнить 6 чанк то цикл уже работает и собираются все каналы продолжим мучить google на предмет выдачи нам каналов релевантных запросу раздельный сбор мы видели что google не додает канал говорит мол макс резался столько-то а выдает меньше попробуем одно из возможных ухищрений а именно пересортировку результата пересортировка своим названием намекает что надо использовать аргумент ордер чтобы освежить в память его вернемся к документации api восстановим последовательность поиска на сайте для разработчиков сначала я захожу на главную страницу для разработчиков нахожу сервис youtube нахожу reference search overview или лист аргументы как они подаются в методе описаны в разделе лист поэтому лист прокручиваю вниз или использую контроль f ордера проливанс это по умолчанию и еще пять вариантов дэйд рейтинг тайтл видео каунт view каунт копирую отсюда все шесть вариантов пусть будет и рейтинг и вставляем мой скрипт причем как вставляю в виде списка класс объектов лист список оформляется при помощи квадратных скобок и запятых раз два три четыре пять шесть шесть вариантов сортировки записано в этом же чанке я вывел этот объект чтобы убедиться что он содержит шесть вариантов сортировки а теперь попробуем циклом пройтись по этим шести вариантом сортировки можно это сделать и при помощи цикла while но удобнее в данном случае сделать это при помощи цикла for for in то есть до тех пор пока некий счетчик я назвал его order принимает значение из сформированного мной выше объекта ордер лист будут повторяться и итерации после двоеточие которое обязательно должно быть в конце заголовка цикла идет отступ то есть начинается тело цикла вы видите уже знакомые вам команды запроса но в этой команде появился новый аргумент order равняется order это аргумент а это счетчик отсюда то есть счетчик отсюда забирает по очередь каждый элемент списка первым элементом будет дэйт принимает значение дэйт и сюда его подает и аргумент принимает значение дэйт и сортировка будет по дате и так представляем себе идет первая операция сортируются каналы по дате появление на ютюбе объекте response на первой итерации возникает объект джейсон позже он будет занесен в таблицу и для визуализации процесса я снова использую команду print при этом в расширенном виде не только номер итерации но это по какому основанию происходит сортировка и сколько объектов найдено на этой итерации счетчиком для визуализации выступает снова объект ай который до цикла принял значение 0 и на каждой итерации цикла будет добавляться единичка пару слов об этой конструкции буковка f перед строковым объектом а вот это строковый объект потому что он помещен в кавычки строковый или текстовый так вот буква f говорит о том что внутри кавычек внутри текстового объекта могут быть вкрапления объекта другого класса в данном случае объектах типа интеджер целые числа и они вставляются фигурных скобках а а вот здесь кстати и не целые числа а еще и отдельный текст потому что order это отсюда на первой итерации примет значение дэйт сама по себе дэйт в кавычках это текстовый объект который находится внутри списка но здесь заголовки цикла этот объект извлечен из списка представляет собой сугубо текстовый объект и так здесь вкрапление целого числа здесь вкрапление текста и здесь вкрапление целого числа это выражение показывает сколько объектов в данном случае каналов собрана на данной итерации дальше происходит уже знакомая вам процедура записи выдачи объекта джейсон формате таблицы дата фрейма которая после будет добавляться уже сформированной таблицы дэйт сэплементом поскольку скорее всего выдача по первому запросу будет включать себя несколько страниц почему мы уже привыкли я думаю требуется еще и дополнительный цикл тот самый с которым я вас познакомил в прошлом видео цикл while который проходится как раз по следующим страницам с выдачей в рамках того же самого основания сортировки на первой итерации этого цикла действует все еще основание дэйт и она здесь же будет и здесь воспроизводится и вы видите что теперь двойной отступ потому что вот это есть тело второго цикла внутреннего цикла второго уровня цикла while и и этот цикл уже знакомый вам будет работать до тех пор пока не закончатся следующие страницы с выдачей для сортировки по дате когда следующие страницы с выдачей закончатся алгоритм перейдет к исполнению этой команды эту команду я вел для того чтобы не потерять промежуточный результаты будет в excel сохранена таблица получившиеся в результате сортировки по дате после прохода по всем страницам с выдачей как видите сохранение осуществляю тоже при помощи текстового объекта в котором есть еще текстовая вставка отсылающая опять же к дате то есть здесь на первой итерации цикла for будет стоять слово дэйт и в нужной папке вы найдете файл канала sorted by date . xlsx после того как файл будет записан начинается вторая итерация цикл for теперь order примет значение рейтинг сюда запишется рейтинг сортировка будет по рейтингу здесь я вижу какой-то номер новый это будет скорее всего не 2 потому что еще и здесь происходило добавка единицы здесь будет рейтинг и здесь опять же число каналов которые после первого запроса будут собраны запись в таблицу проход по всем следующим страницам с выдачей для для сортировки по рейтингу визуализация запись в таблицу запись в экселевский файл называться он будет канала сорт бай рейтинг . xlsx дальше третья итерация цикла for теперь order примет значение рейтинг и так далее посмотрим как это работает 78 итераций последние номер 77 начинается с нулевой поэтому 78 итераций и большинство из них отработала в холостую потому что немного странный метод search api youtube работает кривовато первый запрос сортировки по дате дает 8 каналов при этом есть следующие страницы с выдачей но эти страницы пустые то же самое с рейтингом только релеванс работает как надо а дальше снова много пустых страниц но посмотрим если хоть какой-то выхлоп от этого ухищрения вывожу таблицу the supplemented казалось бы 1031 канал неплохо но вдруг здесь дубликаты drop duplicates а и речи налоги тот столбик по которым надо искать дубликаты 505 было при последнем запуске 490 уникальных каналов если не прибегать к пересортировке теперь 505 15 каналов на три процента улучшили выдачу часто улучшение бывает более заметно но не страшно впереди новое ухищрение которые позволят существенно повысить количество найденных релевантных каналов а сейчас второе неприятное обстоятельства работы api youtube большинство платформ предоставляющих свои api для разработчиков и исследователей ограничивают как объем возможных запросов так и их чистоту большинство платформ делает это не вполне эксплицитно не прописывая какие точно ограничения по объему запроса и по чистоте google прописал эти ограничения эксплицитные за это ему спасибо более того google ввел своего рода операционную валюту квоты quotas который каждый день начисляются на счет каждого аккаунта и могут быть потрачены на осуществление запросов покажу как это происходит я потратил уже много квот потому что произвел 78 итераций а до этого я еще производил запросы 12 итераций а еще в шестом чанки одна операция один запрос и того почти 100 каждый метод api youtube имеет свою цену цена указана в разделе лист сверху например метод search стоит дорого 100 квот большинство других методов стоит дешевле хотя есть и более дорогие методы максимальное количество квот доступных одному аккаунту равно 10000 если один запрос стоит 100 квот то в рамках одного аккаунта я могу произвести 100 запросов попробую перезапустить цикл который только что отработал и посмотреть как google ограничит мои запросы прошло 10 итераций и прилетела ошибка the request cannot be completed because you have exceeded your quota я превысил свою квоту поэтому работая с api нельзя быть расточительным и желательно иметь несколько аккаунтов у меня много аккаунтов поэтому я могу заменить ключ авторизации и продолжить работу что я сейчас и сделал заменил ключ теперь покажу что все будет работать для чистоты эксперимента очищаю файл restart and clear all outputs сверху у меня нет чанков с кодом они все превращены маркдаун начиная с 3 чанка с авторизации и формирование запроса запускаю все чанки вплоть до 16 видите все работает и снова 78 итерации посмотрим сколько каналов получилось без дубликатов 505 каналов результат воспроизвелся это радует а теперь вопрос для желающих подумать как можно упростить этот алгоритм содержащийся в 16 чанке чтобы тратить меньше квот свой ответ я покажу в следующем видео сравним результаты